привет всем друзья очередная проверка пружин которые у меня еще стоят видите, это уже стоит недели три точно, если не больше ветки, которые воткнул крольчата обгрызли все вот так, время от времени надо обновлять лыжню чтобы зверь шел в основном как всегда ходят лиса уже каждый день она уже стабильна, у меня около вышки грызет, пару раз я даже ее днем видел но стрелять не стал потому что мне она не нужна в принципе я потом скажу вам еще цены мне вон только позавчера прислали чек это второй уже за прошлый год короче за 30 койотов и 5 лисиц мне в общем целом заплатили две с лишним две сто около этого тысячи долларов надеялся на большее не знаю что-то все равно дешево ну ладно в этом году-то вообще нету ничего пойду проверю еще одну петлю одну-то я отсюда вижу в камеру не видно наверное это мини-рам которая которую я переделал под лесу но они не хотят идти по лыжне снег был довольно жесткий сегодня хорошо намело опять так что опять протаривать лыжню вчера было минус 28 градусов утром сегодня уже минус 4 обещают до плюс 3 поэтому и такая серость темень непонятная ладно если что-то будет около вышки что-то мне показалось вроде что-то лежит в основном я из дома с окошка вижу эту пружину я ее даже не замаскировал просто поставил ну как и в последний раз леса была недели две назад точно не помню уже сейчас мне тоже показалось что пружину не видать ну ладно нужно нам включаться не буду все равно уже почти пришел здесь в этих камышах вальчата все тоже чувствуют довольно хорошо на лыжах можно пройти пешком сразу провалишься под сам живот вот тут у меня мини-рам еще я тоже уберу ее наверное завтра выходной проверим что у нас там опять ветерок начинается все короче как всегда сегодня 10 февраля ровно 4 года как я на траке работаю еще 3 недели и сезон закончится это похоже уже на след койота в основном леса тут ходят ну да не ошибся точно хорошо попался молодец ну видите пружины я ставил просто здесь между этими двумя ветками вот они косули уже раздербанили потихоньку шкура начинает есть потихоньку она сработала чисто посмотрим сейчас на качество блин опять какой-то желтоватый но блин я опять на спине на загривке вот это не пришивина но близко к этому это уже ковет постарше смотри голова интересно огромная выглядит странно желтоватый опять не все в этом году не больно он уже замерз замерз в принципе подвешу до следующего раза пока отдыхать кто-то с работы приехал вытащу его с пружиной и вот этот трусик 1,16 но это 7,7 в смысле прожилины вот такие смотрите он даже начал лопаться в принципе здесь немного воевал так нет попался видимо два раза рыпнулся и было все ладно еще на одного больше даже неудобно ездить шкуру сдавать ладно давайте счастливо всем хорошего цены я скажу наверное думаю когда буду снимать эту шкуру через пару дней в этом году вообще могу и сразу так сказать на койотов самый лучший у меня было 4 штуки по 117 долларов каждый и самое дешевое было 2 штуки по 26 но они были не больно это было не так ясно а остальные все между 60 и 80 и появились цены на бурого медведя до этого я их не видел но я уже слышал от местных фермеров где-то километров 100 отсюда живут в соседней провинции заскачиваем уже видели пару раз бурого медведя так что может они и сюда придут и цена на эту шкуру была конечно довольно хорошая если не ошибаюсь 1800 что ли неплохо ну хорошо давайте всего вам хорошего удачной охоты до свидания до свидания до свидания до свидания до свидания до свидания Продолжение следует...